Вопрос про глобализацию, вопрос про смешение культур и религии. Если мы посмотрим глобализацию и культуры, это вещи совершенно отдельные. Если мы посмотрим про религию, потому что религия определяет жизнь человека, а не политика и даже не культура, то тогда вопрос будет немножко иной, и ответ на него тоже будет другой. Для начала я предлагаю открыть первое послание апостола-евангелиста Иоанна Богослова, соборное его послание. Давайте заглянем во вторую главу и прочтем 17 стих. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Этот стих, это стих утешительный, потому что вокруг евангелист Иоанн будет говорить сейчас об антихристах, то есть говорить о различных искушениях и соблазнах окружающего мира, которые нам кажется сейчас как-то много. А на самом деле проповедь апостольская шла в эпоху глобализации. Христос родился в эпоху античной глобализации, когда разрозненные царства, государства были объединены, и это даже сейчас воспевается у нас в песнопениях церковных, вот в частности рождественская стихира там «Августу единоначальству еще на земле». И дальше повествуется, что вот пока Август объединил в такое Средиземноморье, где жило большинство населения, тем более уж если взять и большинство культур, и большинство там экономических достижений достигалось, вот император Август объединил, и Господь специально пришел в это время, чтобы через глобализацию того, античную, другую, не такая, как сейчас. Но тем не менее суть была та же самая. Проповедь Христа шла лучше, потому что в Иерусалим на празднике стекались люди, иудеи из разных уголков Римской империи, и не только, из ее постоянного многовекового соседа, противника, но тем не менее тоже объединившего тоже самые разные культуры, разные народы, разные языки себе Персидской империи, и тоже из каких-то окружающих царств, которые были в орбите влияния, которые были независимы, как иудея тоже была частично независима, но тем не менее все равно либо с одним, либо с другим игроком таким геополитическим взаимодействовали, подчинялись, и тоже их оторвать было нельзя от этого. А где-то, конечно, там в далеких северных лесах жили народы, но их было куда меньше, потому что меньше их могла земля прокормить, нефть тогда еще никто не добывал, да, поэтому все равно, ну, можно сказать, мир был очень-очень глобализованный. Именно во времена пришествия Христа. Это помогло и слушать людям Христа приходить, и возвращаться, и рассказывать о Христе, о этой встрече, о этой проповеди. И это подготовило почву для того, чтобы апостолы пошли по дорогам, не преодолевая границы враждующих государств, а наоборот, неся проповедь Христа. В то же время, если мы посмотрим, эпоха эта была эпохом смешения и культур, не только политически, потому что культуры перемешиваются. Посмотрим на Египет, а в Египет это ни много ни мало, куда Господь бежал от убийства иродом вифлеемских младенцев. Что в Египте мы увидим, как там египетская языческая культура смешивается с греческой, какие статуи, которые черты той и другой культуры, как смешивается поклонение ОМОНу, смешивается поклонение Зевцу, в Римской империи вокруг тоже проникают различные культы, и те, которые от друидов пришли после завоевания Цезарем Галлии, все перемешивается. И восточные культы, с которыми боролись пророки, которые обличали, тоже они и до Запада, и до Испании доходят, и тоже в римском самосознании они есть. И в Персии тоже самое происходит, скорее всего, но у нас меньше источников. И более того, за границей империи, может, не идет уже политическая власть, а культурные, произведения искусства, какие-то предания, свитки, все равно они идут, потому что более могущая культура более слабую подавляет. И тем не менее, во всем этом клубке, на фоне вот этого всего смешения, людям, наоборот, было просто выбрать то, что не смешивается. Почему христиан гнали? Потому что они не готовы были перемешать к своей вере, к поклонению своему единому истинному Богу, поклонению императору как божеству, а другие все могли. Поэтому то, что вокруг смешивается что-то, в том числе и культура, тоже мы видим, что это не зло. Это, наоборот, фундамент, на котором так хорошо в обравлении вот этого контраста видна истинная православная вера. Теперь мы подходим к третьему, к смешению религии. Смешение религий, тут уже оно тоже может нас не касаться, если, вот как и говорится, что там праведник пребывает вовек. Если ты не подвержен смешению, если ты в православной церкви, абсолютно не важно, что вокруг смешивается. Наоборот, какие-то там влияния, христианизация культуры или даже исламизация какой-то вот индуистской культуры, она приводит к тому, что люди больше задумываются о едином Боге. Задумывавшись о едином Боге, они почитают там книгу Коран. Через Коран они что-то думают, ой, и Библию можно почитать, становятся там протестантами, а потом к православию приходят. Это тоже вот один из случаев про пакистанского православного священника, как тоже он описывал некоторый поступенчатый путь к Христу. Тоже я знаю, есть у меня друзья, которые тоже прошли путь непростых исканий. И тоже шли увлечения конца 90-х, начала 2000-х, вот какой-то эзотерика, индуизм, буддизм, потом через это, через смешение в суфизм. Направление ислама смешанное, на грани между вот эзотерикой и, собственно, исламом каким-то таким более консервативным. Через это уже тоже некоторое внимание к Корану и тоже, соответственно, внимание потом и к Библии. Кто больше всего Библии? Ну вот протестанты они читают, но это потому, что у православные не должны, конечно, отдавать протестантам первенство. И поэтому те, кто смотрит канал Экзегет, конечно, они в этом не сомневаются. Наша вера как раз самая библейская, а не у протестантов. И человек в итоге приходит к православию. То есть если праведник устремлен к Богу, ему это не мешает, а через вот это смешение культур и даже через смешение окрестных или религий помогает. Где может быть зло? Вот исключение, которое только иллюстрирует правила. Это если ты теряешь праведность. Это если ты смешиваешь свою веру с другими религиями. Если ты берешь, и у тебя есть какое-то магическое отношение, суеверные приметы, параллельно с христианством какую-то астрологию, там, егические духовные упражнения, да, и так далее. Вот это когда привнашивается, то уже ты не становишься праведником, исполняющим волю Божией, поэтому ты не пребываешь вовек. А ты засаживаешься вот этот окружающий мир. Поэтому праведник, он должен пребывать вовек, и что бы вокруг ни происходило, это не зло, это течение этого мира. А то, что мы в нем сохраняемся, это наоборот благо, потому что сохраняет нас Господь. Главное нам в этот внешний мир не заныривать, а надо помнить, что это нам не бывает угрозой, что какое-то мировое правительство, глобализация, какое-то смешение культур. Потому что Царствие Божие, оно не снаружи, а как сказал Господь, Царствие Божие внутри нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова